Друзья, всем привет! И веду трансляцию с центра Раминского озера. Хочу сегодня все-таки голосом легче говорить, чем текстом расписывать это все, и легче понять на самом деле, да, потому что текст передает где-то процентов 10 того, что хотел сказать человек, а голосом, ну, голосом и видео удается процентов 50-60 передать. Идеально, конечно, мне было с вами встретиться вживую и рассказать о том, что такое путь художника и что такое марафон путь художника, да. Это марафон по пути художника, по книге, да, есть очень творчество, называется. Если вы из тех людей, которые подумывали на него пойти, но у вас возникают какие-то вопросы, давайте я вот пока я ферро тут плаваю на озере, да, почему бы вам не рассказать подробности про марафон. Значит, история такая, да, вообще с чего он начался? Он начался у нас в январе 2020 года, когда мы с моей женой Ириной пытались сами пройти этот марафон по книге. Мы купили книгу и успешно начали писать утреннюю страницу по утрам и его проходить. Вот, ну, как это обычно бывает, нас хватило на месяц. То есть реально самодисциплинный в плане ежедневных утренних страниц, еженедельных заданий и так далее, да, без вот этого внешнего какого-то полюса, да, вот если вы были на марафонах Ярона Стой, вы знаете, что это полюс, да, что для того, чтобы была какая-то энергия, да, нужно два полюса, плюс и минус. Вот, когда вы сами в своей голове пытаетесь пройти путь художника, да, то, ну, с полюсами сложно, да. Вот, если, ну, и мы, собственно, сами успешно слились после первого месяца. И потом мы запустили марафон Ярона Стаю, и где-то к маю, да, у нас родилась идея, а если у нас так круто работает марафон Ярона Стой, почему бы нам по этой же модели не запустить марафон по книге Путь Художника? Сказано, сделано, и в мае буквально за три дня мы решились это сделать. То есть кинули кличи, сразу пришло 70 человек, у нас в итоге на первом потоке, который закончился на днях, у нас было 70 человек. И что удивительно, да, ну, реально, ну, вы знаете, да, что многие там какие-то тренинги, даже недельные какие-то курсы или марафоны, ну, доходят далеко не 100% участников, доходят на обычных марафонов в Телеграме, проходит процентов, может быть, 50, где-то по статистике. У нас в марафон Ярона Стой проходит где-то человек 70 доходит до конца. Да, трехмесячный марафон, дойти до конца, это, ну, это очень тяжело, да, и тут благодаря нашей вот этой игровой механике, которая у нас присутствует на марафоне, где видно ваши задания видны, ваши всякие штуки видны, да, ну, карта задания видна, что сделано, что не сделано, приходит напоминалка о утренних страницах и так далее, да. Вот когда все эти вещи есть, тогда, ну, шансов дойти гораздо больше. И это непосредственно я про механику марафона рассказывал. Теперь давайте про сам марафон. То есть вот так вот взять взрослому человеку и поплавать на озере, да, это не так-то просто. Причем это не стоит особо денег, да, там каких-то серьезных, да. Это просто про то, что мы уже слишком взрослые и серьезные, чтобы заниматься такой фигней. И многие взрослые и серьезные люди, такие, как мы с вами, они где-то в душе имеют какое-то разочарование по поводу того, что, блин, жизнь могла бы проходить совсем иначе. Я мог бы, например, или могла бы заниматься любимым делом, могла бы получать удовольствие от того, что я делаю. Я в итоге делаю, ну, в принципе, если вот честно ответьте на вопрос, занимаюсь любимым делом или нет. Если ответ да, значит, все хорошо. Если ответ нет, или тишина, или какие-то размышления, значит, скорее всего, ответ нет. А жизнь проходит, и важно понять, что у вас есть шанс, он всегда есть, пока вы живы, это шанс начать заниматься чем-то еще. И вот на марафоне есть ни одна, ни две, ни три интересные истории, когда люди бросали свою работу и переходили заниматься чем-то совершенно другим, и становились более счастливыми людьми, и жизнь у них менялась. И это реально, можете почитать отзывы марафона, можете пообщаться с участниками марафона, это реально настоящая история людей, которые, ну, которые взяли и решили изменить свою жизнь. Несмотря на то, что им уже там не 20, не 30 лет, они просто взяли и начали заниматься тем, что они любят. В чем главная проблема от того, чтобы заниматься тем, что любят? Ну, например, один из моментов – это то, что люди привыкли страдать за деньги. И, соответственно, проблема работы часто в том, что люди продают свои страдания за деньги. И, соответственно, если вы много пострадали на работе, то вам нужна компенсация какая-то. Если вы пострадали мало, то, в принципе, можно там какую-то недоплату получить. Если вы там полмесяца были в отпуске, то можно там как-то... Страданий было мало, поэтому можно особо не получать деньги за это. В чем проблема с творчеством? В том, что, когда вы реализуете свой потенциал, вы неминуемо получаете удовольствие от процесса, вы неминуемо радуетесь самой деятельности. И в такой конфигурации, когда человек привык получать деньги за страдания, когда он перестанет страдать, он не может сделать это профессией и какую-то деятельность, которая его обеспечивает финансами, потому что он понимает, что он не страдает с деятельностью. Тогда он что делает? Он просто не берет деньги за свою работу. То есть он просто берет что-то, делает и говорит, это мое хобби, я не буду прощать работу и так далее. Важно понять, что когда вы получаете деньги не за страдания, а за то, что вы что-то делали крутое, и люди реально готовы вам платить за то, что вы сделали крутое, вот на этих энергиях кайфа, на энергиях удовольствия, на энергиях самореализации творчества, зарабатываются реально большие деньги. Есть такое выражение, что большие деньги не бывают тяжелыми, иначе не были бы большими. Поэтому большие деньги можно просто придумать, можно просто как-то сгенерить, их нельзя заработать каким-то потом, кровью и так далее. И поэтому один из шагов, который останавливает людей на пути к их творчеству, заключается в том, что просто научиться не стесняться зарабатывать деньги на своем творчестве, не стесняться делать то, что вы любите, и не бояться превратить это в профессию. И то есть многие люди у нас на марафоне, они сказали, все, мне надоело заниматься непонятной хигнёй, непонятно, ради чего я буду заниматься чем-то настоящим. Как Стив Джобс говорил, одного из менеджеров, который он нанимал, который работал до этого в Кока-Коле, он говорит, ты, говорит, до конца жизни будешь продавать сладкую водичку или хочешь попробовать изменить мир? Вот примерно то же самое с творчеством. Либо вы продаете сладкую водичку за деньги, да, и это, в принципе, неплохо, да, в принципе, платят нормально, наверное, за это. Но попробовать изменить мир или реализовать тот потенциал, который есть у вас, это несоизмеримо более интересная вещь, чем продавать сладкую водичку, чтобы не являлось в вашем случае сладкой водичкой. Поэтому, ну вот это, наверное, об этом история и есть. За эти три месяца, у нас марафон длится три месяца, 12 недель, точнее даже 13, у нас там будет один перерывчик. Это ваш шанс, независимо от того, сколько вам лет, это ваш шанс что-то изменить в своей жизни. Стать более счастливыми, стать наш один шаг ближе к, ну, собственной работе мечты или собственной творческой самореализации. Но для этого один из инструментов, как это сделать, нужно соединиться с собственным творчеством, да. За творчество в вашей жизни, в вашей психике отвечает ваш внутренний ребенок. То есть это та часть, которая никогда не стареет. Даже когда вам будет, или, может быть, вам уже есть 90 лет, вы все равно в душе где-то останетесь маленьким ребенком, да, и вот этот маленький ребенок, он всегда с вами будет. Если вы научитесь выстраивать свои правильные отношения, то у вас есть шанс раскрыть свое творчество и, ну, стать более счастливым человеком в плане своей самореализации, в плане своей карьеры. Если вы не найдете контакта с собственным внутренним ребенком, вы останетесь серьезным взрослым, который продает сладкую водичку, да, и при этом почему-то грустит и по вечерам думает, что я мог бы заниматься чем-то настоящим. Поэтому, вот, наверное, вот такой вот мне вам посыл по поводу того, зачем идти на путь художника и если вам, нужно ли вам туда идти. Вот, дальше решайте. Собственно, у нас 9 сентября стартует второй поток, на него еще можно вписаться. И если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задать их участникам прошлых потоков, да, можете написать мне в личку, в принципе, я вам отвечу, да, с радостью вам, ну, с радостью вам общаюсь и расскажу вам, о чем у нас этот марафон. Если вам, если что-то не хватило из того, что я сейчас описал, попробуйте посмотреть всю эту историю, попробуйте изучить. Поэтому, давайте на этом завершаться, наверное, чтобы это не было сильно длинным видео. Ну, в общем, я приглашаю вас на этот марафон, чтобы пройти вот этот, ну, стать героем для себя и для своего окружения, пройти до конца эти три месяца и однозначно измениться за эти 12 недель нашего марафона. Все, друзья, очень рад был с вами пообщаться, надеюсь, вам было тоже интересно и приятно. Приходите на марафон и до встречи в 19 сентября. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok